Добрый вечер, Роман Романов в Мире Спорта. Как оценить игру Сулейманова в сегодняшнем матче? И это первый вопрос, но второй связанный. Может ли, рассматриваете ли вы вариант, что Сулейманов и Дзюба будут играть вместе, ну то есть в паре нападающих? Ну что касается Тимура, он хорошо сегодня начал матч, достаточно был активен в прессинге, имел моменты, забил очень хороший мяч и исполнил после хорошей комбинации взаимодействия. Поэтому, естественно, довольны тем, как он работал, я имею в виду, и тренировался, самое главное, и вошел в состав. Поэтому сегодня свой отрезок отыграл очень прилично. Что касается взаимодействия его на поле с тем или иным футболистом, но это уже под конкретного соперника, в конкретный матч, и в зависимости от той, в какой мы модели игры, в схеме будем играть. Поэтому на сегодня у нас есть ярко выраженные нападающие, а кто эту роль выполняет, зависит от характера матча соперника и те цели, которые мы преследуем по игровому моменту. Спасибо. Вот здесь вот вопрос. Михаил Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. С победой вас. Ваша команда просто за два тура подпрыгнула на третье место. Не поднялась даже, а подпрыгнула, скажем так. Вот сейчас смотришь таблицу, и локомотив сегодня, я говорю, была победа. Как сейчас атмосфера в команде? Есть ли у вас опасения, что все-таки люди почувствуют, что уже много сделано и перестанут, так сказать, относиться? И вот ваше мнение сейчас, просто прошло две недели, короткий срок, от того, как вы провели неважный матч с Оренбургом, до того, как вы выиграли, так сказать, уже три матча подряд. Есть какие-то? Ну, очень важно было начупать уверенность, очень важно было сбалансировать состав и определенные вещи. Мы, я думаю, что целостнее сегодня выглядим по качеству игры. Самое главное – состояние наше, оно позволяет функционально проводить сегодня именно те отрезки в матче, на которые мы нацеливаем нашу команду. Поэтому это раз. Второй момент – мы всецело понимаем, что эйфории быть не должно никакой, потому что все очень тяжелый, ровный чемпионат, который в каждой команде бьется и может обыграть друг друга в любой момент. Поэтому все всецело понимаем, что сегодня сыграли, сыграли достаточно неплохой матч по качеству игры, показали хорошее движение, хороший результат, но все свои умения, навыки, силы, уровень подготовленности бросить надо теперь уже на подготовку к игре с Урал. Еще один вопрос. Обычно такие кубковые матчи, они дают возможность тренеру посмотреть резерв, посмотреть, кто как играет, но всегда тренер придерживается одного принципа – выигрышный состав не меняют. Вот по сегодняшнему матчу у вас есть какие-то соображения на следующую игру или все-таки будет выигрышный состав? Нет, я думаю, что вернуться к вопросу вашему коллеге – разные соперники и разная подготовка к ней с точки зрения тактики, с точки зрения анализа игры. Поэтому и ту модель игры, которую мы выберем, и самое главное тех исполнителей под нее, вот это тот матч, который будет уже в преддверии. Поэтому посмотрим сейчас самое главное. Я всегда говорю, игра прошла, надо сейчас восстановиться правильно, посмотреть, чтобы все были, самое главное, здоровы и полномерно готовиться к Уралу. Спасибо. Саша Паранов, будет от вас вопрос. Добрый день. Я бы хотела спросить, как вы подбадриваете своих игроков перед матчем? Мы их даже не то, что подбадриваем, мы даем им определенные задания, которые необходимо выполнять, определенные принципы, как надо действовать в той или иной ситуации, когда мы атакуем или обороняемся. А уровень нашей мотивации, он в любом случае один, потому что мы локомотив, мы представляем большую команду, большой клуб, и мы не имеем права шарахаться. И уровень стабильности, стабильности нашей игры, стабильности качества нашей игры не может падать. Да, по крайней мере, вот к этому мы стремимся. Потому что мы планку подняли для себя победой в определенном матче с «Зенитом». И по уровню самодачи, по уровню накалу игры, это вот если мы говорим о подбадривании, вот и команда должна этот уровень держать, и ниже не имеем права падать. Саша, еще один вопрос у вас был запланирован. Да. Здравствуйте. Какое ваше самое яркое воспоминание из тренерской карьеры? Я очень надеюсь, что самые яркие воспоминания у нас еще будут впереди, потому что мы заканчивать свою работу не собираемся, только двигаемся вперед, и добиваться успехов, и побеждать. А в любом случае в футболе победы и поражения, они всегда рядом. Здесь надо правильно всегда воспринимать все, не шарахаться. А что касается то, что было, ну понятно, что это и чемпионаты Европы, и чемпионат мира, где мы успешно выступали со сборной командой. И те ребята, которые через наши руки прошли, практически во многих командах в премьер-лиге сейчас играют. Вот это вот самое отдушено. А что касается клубной работы, я очень надеюсь, что у нас наши успехи все впереди. Саша, еще будет один? Да, Саша. Добрый вечер, я живу в школе на 79 Эврика, и у меня к вам такой вопрос. Какие навыки и знания, по вашему мнению, должен иметь человек, который хочет работать футбольным тренером? Ну, в любом случае, когда, ну опять, надо четко понимать, на каком уровне, я имею в виду, да, тренер работает. Либо это детско-юношеский футбол, либо это молодежный футбол, либо это взрослый профессиональный футбол. Это все-таки разные специфики. И уровень своего образования, в любом случае, знания, уровни подготовки физиологии, выстраивания методологии тренировочного процесса, они должны у тренера быть, это однозначно. Без этих базовых знаний делать нечего. Ну и понятно, что когда есть у тренера игородский опыт, во многом помогает ему дальше чувствовать и раздевалку, и нити игры, и атмосферу в команде. Спасибо. Михаил Михайлович, ну последний вопрос, наверное. Вы, у вас задача стоит, я думаю, луковотила, не буду спрашивать, выиграть кубок, это понятно. Более других задач нет. Но в прошлом году вы обидно очень, так сказать, проиграли Акрону. Хотелось все-таки вам напомнить, вы ошибки какие-то извлекли. Сейчас для себя, как тренер, что нужно было, как бы для этого сезона уже что-то по-другому решать и как-то готовиться к таким матчам наподобие с Акронами или с другими командами. То есть вот для себя лично участвовать. Потому что задача, я думаю, у вас стоит выиграть кубок. Но опять же, давайте мы, если говорить вот так вот в общих чертах, но поражение в Акроне в серии 11-метровых ударов, это, ну такое, так скажем, понятно. Что касается опять подготовки к каждому матчу в отдельности, к какому сопернику мы готовимся, какой состав играет, какой уровень подготовки у нас на сегодня, вот это вот очень важно. Поэтому сейчас все двигаемся поэтапно. Любая игра, неважно, даже то, что вот мы сегодня победили, это в любом случае пища для размышлений, да, потому что не можем мы сказать, что у нас все отлично, все хорошо. И то же самое, когда мы проигрываем или уступаем, да. Поэтому сыграли, проанализировали, ошибки извлекли, положительный момент отметили, двигаемся вперед. Без этого не бывает. Без этого не бывает. Без этого не бывает. Продолжение следует...